Ну а мы идем к тому памятнику, который... Ну, мужик в пиджаке и дерево. А какое дерево? Я не помню. Господа, я вставила все свечи. И, представляете, остался один незадействованный канделябр. Точнее, наоборот, там же наоборот было. Вся канделябра задействована, осталась одна неиспользованная свеча. Куда же я могу ее ставить? И Ржевский скакивает, говорит, гусары молчать. Сегодня у нас очередная эпическая проходочка по Москве. Я хочу обратить ваше внимание вот на это произведение архитектурного искусства. Дело в том, что это у нас архитектор Ладовский. И я каждый раз, когда провожу здесь экскурсии, спрашиваю у своих экскурсантов, что это вам напоминает. Разные бывают версии. Улитка, что-то еще. Но это на самом деле такой портал в иное измерение. И это часть вот этой вот параболы Ладовского. Дело в том, что перед вами один из планов реконструкции города Москва. Он реально планировал, обратите внимание, значит, Останкино, Ходынка, то есть в сторону севера, северо-запада, разорвать кольцо Москвы. И это должно было продолжаться аж вплоть до Ленинграда. А я так понимаю, с Ленинграда это должно было продолжаться сюда. И где-то там в середине, наверное, в Балагом они бы встретились. Это был бы такой гениальный классический, соответственно, ход. Мы с вами идем сюда. Дело в том, что раньше здесь стояла церковь трех святителей, в которой, и это одна из причин, почему я так вырядился, крестили некоего Лермонтова. Друзья, мне планировалось снять полноценную экскурсию по Новой Басманной, но я не рассчитал свои силы и, к сожалению, отделся слишком легко. Потом-то, когда я проводил групповую экскурсию, я все это учел. Поддел термобельишко, балаклаву и все такое прочее. Но в данном случае я прям-таки почти голенький. Поэтому, по сути, вас ждет, ну, такой кусок от общего плана. Тем не менее, я надеюсь, и это вам будет интересно. Родился некий Лермонтов. Напротив дом там располагался. От него, конечно, ничего не осталось. Люди, которые здесь проходят, собственно, даже не обращают порой внимания на крест, который можно увидеть по правой стороне. Можно вот туда перевести, на самом деле, показать. Стоит там крест. Именно здесь стояла вот эта вот трехсветительская церковь. Я вам сейчас покажу еще одну картинку. Тут вообще без полдитра ты и не разберешься, о чем идет речь. Вот смотрите. Это как раз снимок с самого верха этой церкви. Показана нынешняя Лермонтовская площадь и тот дом, который раньше располагался на месте высотки. То есть вот там вот. Именно в этом доме, вдоль Толя, родился наш парень Михаил Юрьевич Юрьевич Лермонтов, который, надо сказать, был, конечно, фигурой достаточно одиозной с точки зрения поведения его, но мы всегда гениев судим не по тому, как они себя вели, а по тому, какие стихи они писали. Многие отмечали, что у Лермонтова был очень тяжелый взгляд, не такой, как у меня. У меня взгляд человека с отсталой умственной, с отсталой умственной развития. Мы на самом деле вот сюда спускаемся, в переход, потому что надо будет перейти на ту самую площадь Лермонтова. Высотку вот эту вот, которую мы сейчас опять с вами будем наблюдать, ну, на самом деле, это факт уже такой, достаточно общеизвестный. Но мне приходится иногда и общеизвестные факты излагать, потому что, к сожалению, не все там интересуются ни московским краеведением, ни, в принципе, историей советской архитектуры в данном случае. Дело в том, что эту высотку строили под наклоном. Руководил архитектурной группой архитектор Душкин, это тот самый, который разработал проект станции Кропоткинская, до этого она называлась Дворец Советов. Оттуда у нас начинались две проходки по Остуженке и по Причистенке. И выяснилось, что грунт оседает. С одной стороны мы налево идем. И вот для того, чтобы высотка эта была построена равномерно, они ее строили под наклоном. Ну, естественно, наклон был минимальный, не так, как я показываю. Заморозили грунт, и когда она была достроена, грунт разморозили, и высотка начала оседать. И все специалисты, затаив дыхание, следили за тем, до каких же пор она будет оседать, да? Но выяснилось, слава Богу, что они не ошиблись практически не в миллиметре. И это была абсолютно уникальная технология на тот момент. Мы разорвали любовную связь. О нет! Соединитесь обратно, ребята! Иди скорее, обними его, поцелуй. Скажи, что гусар тут ни при чем. Мы скрепляем сердца. А, не, не сюда, вот туда. Смотри, тут же есть переход. Да. Ну, а мы идем к тому памятнику, который... Ну, мужик в пиджаке. Сидячий. Чего? Сидит. Кто? Ну, мужик этот твой. Хе-хе-хе. Он деревня, а? Ну, ты даешь. Кто его посадит? Он же памятник. Дерево. Нашел! Нашел! Бум! Хе-хе-хе. Вон мужик в пиджаке! А вон оно! Дерево! Ну, и, соответственно, приезжают они на эту площадь. То есть, естественно, дерево, павильон был построен дополнительно. А мужик в пиджаке, вот он, стоит. Михаил Юрьевич Лермонтов. Дело в том, что мысль о том, чтобы ставить памятник поэту, была еще в 41-м году возникла, да, со 100-летия смерти Лермонтова. Ну, вы знаете, что Иосиф Виссарионович очень любил столетия смерть Пушкина, смерть Гоголя, и вот смерть Лермонтова. Но тогда, по понятным причинам этой затеи не удалась, был поставлен памятник в честь 150-летия со дня рождения его. Архитектор Бродский, извините, архитектор, скульптор Бродский довольно долго бился над формой этого памятника. В итоге его возвели, площадь назвали Лермонтовской. А мы с вами идем к другой скульптуре, на которую уже мало кто обращает внимания, потому что, ну, естественно, Лермонтов притягивает взгляды. Скульптор Шадр, на самом деле, это его псевдоним, потому что он из города Шадринска. Этот человек известен всем по монументальной пластике, такой как кирпич-орудие, орудие пролетариата. Девушка с веслом его, которая на самом деле изначально была голая, а потом ее уже одели. И вот здесь есть его скульптура за таким снежным завалом. Это называется Сеятель, не Сеятель, Сезонник. Сеятель с Ван Гогом что-то у меня запутки. Сезонник, да, то есть это рабочий, который приходит на сезон работать, и здесь вот он сидит в такой философско-задумчивой позе. Одно из программных произведений. А вот сюда, если мы посмотрим, вам сейчас выскочит здесь картинка такая, вы увидите на самом деле рисунок с изображением запасного дворца. Не запасного, а именно запасного. Здесь были запасы еще при Елизавете Петровне. Это даже не столько запасов, как бы вы сейчас сказали, это был офис, да, который занимался запасами императрицы. Потом его перестроили по проекту Ивана Фомина, это здание НКПС, бывшего наркомата путей сообщения. У меня вот я рассказывал, в Петербурге был потрясающий случай, когда я водил экскурсию по проходным дворам на Васильевском острове. И там как раз висела мемориальная доска, что здесь жил Иван Фомин. И я говорю, ну вот вы помните еще в Москве такое красивое здание, и там москвичка говорит, да-да, такое уродливое. Я говорю, ну вообще оно считается, что напоминает паровоз, вот это его башня. Это такой манифест на самом деле рационального функционализма, я бы вот так назвал. А я вам хочу показать еще одну фотографию, как эта площадь, с которой мы ушли, выглядела раньше. Вот так вот. Это площадь Красные Ворота. Там действительно были поставлены эти ворота в честь, соответственно, победы нашей в Полтавском сражении. Не только эти ворота были поставлены. И по поводу названия есть несколько версий. Ну, самое распространенное, что они были просто покрашены в красный цвет. Некоторые краеведы это оспаривают. Говорят, что точно так же, как и Красная площадь, да, потому что она красивая, и ворота были красивые. Но, тем не менее, ворота эти были снесены, и их пытались отстоять. Причем они были реконструированы, реставрированы, покрашены в белый цвет. Была такая поговорка в Москве, была белая Москва, ну, белокаменная Москва имеется в виду. Были Красные Ворота. Стала Красная Москва, имеется в виду Октябрьский переворот. Стали белые ворота. В общем, в итоге их отстоять не удалось. Их снесли, ну, потому что они мешали трамвайным путям. А самое главное, они стояли на пути расширения очередного проспекта, да, который шел на север. Это вот, если как раз говорить про план реконструкции Москвы, эпохи Иосифа Виссарионовича Сталина. Соответственно, ворота эти были прямо на пути. Мы с вами смотрим вот на это здание. Это здание бывшей Куракинской богодельни. Ну, Куракин – это один из подвижников Петра Первого. Самый первый у нас посол вообще за границей, в данном случае во Франции. И вот здесь очень хорошо при реставрации показали, как это все выглядело изначально и как потом было все настроено. Дело в том, что в середине там была церковь. Я сейчас покажу картинку. Вот это странно приемный дом Куракинский. Обратите внимание, видите, церковь по центру. Действительно, Куракин, побывав в Париже, увидев там инвалидный дом, он вдохновился этой идеей благотворительной, да, уважить старых, увечных воинов. И вот вопрос, как вы думаете, на сколько людей это здание было предназначено? Ответ всего лишь на 12. Дворян немощных им выделяли одежду, еду, даже вино и пиво давали. Посуда была исключительно оловянная. Ну и, соответственно, здесь вот они жили, гуляли. А потом, напротив, Иван Фомил возник здание больницы железнодорожной. Здесь, на самом деле, за деревьями не очень видно, но вот эта башня, которая вот этот объем выпирает, он на самом деле раньше смотрел в пандан этой церкви. То есть Иван Фомин строил здание не просто так. Он планировал, ну, определенную, определенное созвучие архитектурное, да. Но когда церковь была снесена, то, соответственно, и оператор чуть не убил девушку. Может быть, это начало любви. Они встретились, их глаза встретились. Вот дом одного из потомков Куракина, Степана Борисовича Куракина. Он был гусаром Ахтырского полка. И посмотрите, пожалуйста. Во-первых, здесь сохранился герб полностью, да, Куракинский, вот с такой просечной шапкой, со всеми атрибутами, с медведем. А тут у нас три, больше не влезло, аллегории года. Соответственно, весна, лето и осень. Причем вот весна с левой стороны, видите, она вот, у нее рука опирается на... Вот я всегда задаю вопрос, что это? Это руль от лодки, от корабля, да. То есть начало навигации. Дальше у нас по курсу будет довольно массивное здание басманного товарищества. Это была такая тенденция, такое веяние начала 20 века. То есть люди могли собираться в некие общества, скидываться и строить на свои собственные деньги дома, которые потом сдавали. В аренду, квартира здесь стоили дорого, архитектор Адольф Зеленсон, он был поляк. И в этом доме, вот если посмотреть, там мемориальная доска такая малоприметная, с бюстом. Жил у нас песенник Патьянов. Если я просто назову эту фамилию, она вам ни о чем не скажет. Но если я вам спою, давай перейдем туда. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Это песня на музыку Соловьева, Седова. То, конечно же, вы сразу же поймете, что выдающийся был человек. Была у него еще одна известная песня. В городском саду играет полковой оркестр, по-моему, она так называлась. В общем, это здание они планировали протянуть туда еще дальше вдоль железнодорожных путей, но помешала Первая мировая война. Потом здесь все было выкуплено. И в настоящий момент это у нас уже не жилое помещение административное. С левой стороны у нас находится Петропавловский собор, церковь Петра и Павла. По легенде, сам Петр Первый нарисовал адрес, чертил адрес этой церкви. Но это легенда. И вот здесь мы как раз видим с вами... То есть вот Москва, да, представляете? Вот эти церкви, форму церкви, к которой мы привыкли. И вдруг появляется вот такое. Это же абсолютная пиндосия и гейропа, да, понимаете? Сплошная разврат и педофилия. То есть, конечно же, люди очень остро реагировали на появление такой формы церквей. Строили ее очень долго, потому что Петр Первый же запретил строить на самом деле в Москве. То есть, каменное жилищное строительство было запрещено. Все, в Питер возобновили только в 1924 году. И здесь у нас отпевали человека по фамилии, мы туда идем, Чаадаев. Петр Якович Чаадаев. Очень долго думали, как в некрологии его описать. Написали, скончался один из московских старожилов. Вот, собственно, так ему нашли такой эпитет, такой, не знаю, ранг. Потому что больше о нем писать официально было нечего. Он был объявлен, как мы будем говорить дальше, городским сумасшедшим официально. Потому что переписывался с Екатериной Дмитриевной Пановой на тему судеб России. И прикол в том, что вообще вот эти письма он до этого читал во многих аристократических салонах. Их принимали на ура. Но как только в журнале «Телескоп» они были напечатаны, это вызвало просто буря негодования. Потому что он там, конечно, позволял себе такие довольно обидные высказывания для российской публики. Что Россия ничего Западу не дала и ничего толком от него даже и не взяла. И в итоге, когда стали думать, что с этим делать, мы идем налево. Он был объявлен психом. Точно по такой же схеме потом работали в деле Николая Константиновича Романова, великого князя. Когда его подозревали в том, что он украл бриллианты с оклада иконы в мраморном дворце. Той самой иконой, которой был благословнен брак Александра Иосифовна и его князя Константина, его отца. Мы с вами пришли вот сюда. Посмотрите, какой чудесный двор. Это здание на самом деле конторы. То есть вот всем этим домом нужно было управлять. И вот построили вот такой вот чудесный, помашем ручкой. Нет, не очень, не очень нам отвечают приветливые новые жильцы. Кстати, хочу сказать, тут выкупили и сделали ремонт. Я когда водил из экскурсии в прошлый раз, там был полный раздра и разруха. Но это даже не проходные дворы, это просто такие пролазы буквально, какие нашел в Москве. А вообще Петр Яковлевич Чаадаев, он же был красавец-красавец. И он сначала с братом поступил в Семеновский полк, а потом, судя по всему, есть такая версия, что он перевелся в тот самый Ахтырский полк, в котором Гусарский Ахтырский полк, в котором и Куракин служил, потому что там была более красивая форма. И действительно, Чаадаев был один из самых главных модников того времени. Ведь фамилия Чацкий изначально у Грибоедова звучала как Чадский, но это как бы прямой намек. Евгений Онегин частично тоже был списан с Чаадаева, потому что он был главный модник. Он действительно проводил за своим туалетом огромное количество времени. И сумасшедшим немножечко его начали считать уже до этого, потому что он вызвался ехать с донесением Александру, когда восстал Семеновский полк. Все понимали, что это убийство, на самом деле, убийство карьеры, вести императору такую новость. Но Чаадаев намеревался поговорить с Александром Первым, может быть, его вразумить. Давай сюда отойдем. Вот в этот особняк замечательный, во двор, точнее, его. И если верить Вигелю, был такой бытоописатель Вигель, Чаадаев, он же задержался. То есть Александру Первому письмо, известно о том, что Семеновский полк восстал, пришло раньше. Ему об этом сообщили австрийский император. Сказал, что, ну, чего мы тут с вами обсуждаем, когда у вас в вашей стране такие непорядки. И поэтому Александр очень сильно разгневался, что как бы он узнает эти новости опосляток. Вот Вигель говорил, что задержался Чаадаев потому, что слишком долго занимался своим прикидом. Это дом Стахиева, про которого я очень активно рассказывал в Алуште. Он превратил Алушту из какого-то проминутального городка в довольно, ну, по тем временам, приличный курорт. Построил там несколько объектов. Он восстановил на свои деньги крепость Толустон, ну, то, что от него оставалось. А это был его городской особняк. Вот тут вот фонтан с аж электрической лампой в руках. В Париже была сделана скульптура. Это и сейчас-то удивительно, а в то время совсем удивительно. И надо сказать, что с этим домом связана одна распространенная байка, потому что у кисы Воробьянинова, у него был прототип, якобы, в виде этого Стахиева. Но прежде чем мы с вами этого коснемся, я вам хочу показать еще тут парочку фотографий. Вот если мы посмотрим вот туда, вот давай с этой точки, с этой точки вот туда, то перед нами бы открылась вот такая картина. Раньше вот на этом месте, на месте этого здания находился вот этот дом Щапова. Это первая, одна из первых работ Федора Шехтеля. И мы видим, что дальше тоже вот идет такая застройка. И, соответственно, по легенде Стахиев приехал сюда за сокровищами, его приняли. И, мол, сам Держинский с ним разговаривал, и Стахиев сказал, что я готов раскрыть вам то, где эти сокровища лежат, если вы меня отпустите и будете там воплачивать мне пенсию. И, типа, Держинский на это пошел. Но это же байк вообще чистой воды. Как в это, в принципе, можно верить, мне непонятно. Мол, или и Петров узнали об этом сюжете, и как бы его изобразили. Вот это вот особняк Хлудова. Человек, кстати, вот если Стахиев преуспел в деле обустройства Алушты, то вот Хлудов преуспел в деле обустройства Сочи. И посмотрите, как он просел. Он раньше был двухэтажный. Это уже первая работа архитектора Романа Клейна. Он просел, потом он был настроен еще одним этажом, и потом еще двумя этажами. Хлудов, как и Стахиев, был купец. Сейчас мы будем, к сожалению, немножечко скачками вести экскурсию, потому что я, честно говоря, не рассчитал адский холодный. Но мы не отступаем. Вот эта вот усадьба Левашовой, где жил Петр Яковлевич Чарадаев, дело в том, что у него же на самом деле ни разу не было женитьбы. Более того, некоторые его почему-то считали ненавистником, хотя он пользовался дикой популярностью. У него сначала был роман с Абдотией Норовой, Дуня Норова, которая просто, он ее как бы воспитывал. Она в него влюбилась со страшной силой. Ей было уже 28 лет. Старуха по тем временам, незамужняя. Потом на него запала Екатерина Дмитриевна Панова. Она ему начала писать письма, и он, чтобы она от него, побоявшись этого, настучал ее мужу. А она, тем не менее, продолжала ему писать. И, в общем, брат Чарадаеву присылал 7 тысяч рублей серебром в год. Это очень приличная сумма, на самом деле. Пушкин, вспомните, снимал квартиру за 3 с чем-то тысячи рублей в год. Квартиру целиком, да, ассигнациями. И в итоге Левашова сжалилась над ним и пустила его здесь, 3 комнаты он здесь снимал. И вот один раз я в такую же ужасную погоду ходил здесь, заглянул вот в эти окна, подхожу вот к этой двери, смотрю, какая-то такая дачная атмосфера. Выходит, женщина курит, а я такой, знаете, как кот вокруг сметаны, кружусь. Она говорит, хотите как бы зайти внутрь? Я говорю, конечно, хочу. Выяснилось, что здесь живет семья артистическая. И они говорят, что раньше невозможно было, вот ты выходишь, и стоит толпа, и рассказывают про то, что здесь жил Чаадаев. Но, говорит, недавно он переехал в соседние флиги. И теперь их самоды говорят о том, что Чаадаев жил там. И в итоге вот именно сюда, к этому басманному философу, ходили люди как на поклон послушать его мудрые речи. Тем более потом Николай I сжалился и как-то выяснилось, что не такой уж он и, собственно, предатель. По центру там была академия, где учился, например, Никита Сергеевич Хрущев. Вот сюда вот мы зайдем, особняк. Здесь очень интересный момент. Значит, вот нужно посмотреть вот на тот картуш, да, с буквами. И еще на один. Вот на этот. Дело в том, что здесь зашифрованы имена Амалии и Федора, либо Теодора. Кстати, Тютчева его возлюбленная тоже называла Теодором в Германии. Это у нас особняк Пробе, промышленника. И он для своих детей, соответственно, то есть он подарил этот особняк своим детям. И для того, чтобы развелить зональность, ну, то есть устроить некую зональность, он разделил эту особня пополам. И у них было два отдельных хода. Вот эти флигели тоже отводились к каждому из них. И они, соответственно, входили из каждой... Каждый входил в свою отдельную квартиру. И таким образом все у них было хорошо. А я хочу рассказать вот про этот дом, конечно. На самом деле ради него одного-то я эту всю тему и затеял. Это дом Перовских. Дело в том, что у Кирилла Разумовского, у меня тут даже есть его портрет с собой. Я вам сейчас его покажу. У него были дети, как это ни парадоксально звучит, да? Ну, то есть его брат Алешенька Разум, он вошел в фавор, как-то говорили, к Елизавете Петровне, к Лизоньке нашей. И Алешенька Разум его значится на фасаде филармонии нашей в Петербурге, о чем я, собственно, тоже расскажу отдельно в экскурсии, где я там в образе Деда Мороза мелькаю. А вот братец его, он всегда рассказывает, вот смотрите. Карьерный рост. Пас, овечек, козочек, 14 лет, 16 лет его вызвали, одели, обули, отмыли, отправили на два года за границу, вернули и сделали президентом Академии наук. Вот это я понимаю, человек попал в струю. Ну и, соответственно, старший его сын, Алексей Кириллович Разумовский, у него было 5 своих детей и 10 не своих, настрогал он. И только у старшего из них была фамилия Иванович, у всех остальных была фамилия Алексеевич, он им дал. И вот от старшего сына, у него было два сына, соответственно, один из них Лев, и у него была дочь Софья Львовна Перовская. Это та самая Сонечка, которая устроила 1 марта 1881 года на набережной Екатеринского канала небольшой бум. И она когда-то бывала в этом особняке. А вот здесь раньше располагалось здание басманной полицейской части. Если мы посмотрим на старые фотографии, мы увидим, что раньше над ней развошалась каланча. И здесь кто только не сиживал, включая даже нашего гениального поэта Маяковского. А мы, друзья мои, на этом, пожалуй, прервемся, потому что иначе я просто сейчас сдохну от холода. Обязательно продолжим в тот момент, когда я оденусь потеплее. Хочу вам напомнить, что книжки у меня замечательные продаются, но, собственно, об этом я сейчас скажу за кадром. Здесь по традиции я хочу сказать, что экскурсии в Петербурге возобновляются. Будут и проходные дворы, и блокады, и много всего остального. Анонсы вы можете увидеть как у меня на сайте, так и в социальных сетях, ссылки на которые вы найдете внизу. И по-прежнему в продаже есть остросоциальный триллер Корень и путеводитель Невский с перцем, который точно так же можно приобрести у меня на сайте. Либо после экскурсии. Вся информация есть в описании по ссылкам. Ну, а вы приходите на экскурсии даже в такую погоду. Они, правда, сейчас мало проходят, но проходят. Пишите комментарии. С вами был гид Павел Перец. Гусар хрен знает какого полка. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok